Добрый день, друзья! С вами обучающий центр кибермаркетинг и телеканал SeoPult TV. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию вебинар главного аналитика компании Advection Дениса Кучумова на тему CPA, анализ и работа со статистикой. Денис, привет, тебе слово. Привет. Я рад, что вы посетили наш вебинар в режиме реального времени. Немножко огорчен тех, кто будет смотреть его в записи. Я надеюсь, что такой с одной стороны банальный вопрос, как статистика, будет вам интересен и вы посмотрите на него немножко с другой стороны. Долго я думал, почему надо делать эту передачу и общаясь с веб-мастерами, с менеджерами рекламных систем, обратил внимание, что в терминологии у всех путаница происходит. Когда мы говорим со статистикой, то люди обычно теряются, не понимая, про какую статистику мы все время говорим. Поэтому я решил немножко детализировать и дать свой взгляд, дать некую логику анализа, с которой стоит работать. И покажу несколько примеров, которые показывают, что не всегда красивые цифры дают хороший результат, а иногда самые унылые цифры дают очень высокий доход. Итак, когда мы говорим про статистику, у нас есть, как правило, три блока. Три блока, потому что три источника знаний, как таково, в принципе, может быть в статистике. Первая статистика – это связано с рекламным инструментом, и это, прежде всего, характерно для арбитражников, тех вебмастеров, которые покупают трафик в рекламных системах. Поэтому есть статистика рекламной системы. Второй блок – это статистика на сайте рекламодателя. То есть, та статистика, которую вы можете собрать, используя данные счетчиков непосредственно на сайте рекламодателя и посмотреть, что же происходит с аудиторией, которую вы пригнали. И третий блок статистики – это, собственно, та статистика, которая отвечает за ваш непосредственный заработок. Соответственно, если вы все эти статистики вместе соберете, у вас получится наиболее полная статистическая картина, из которой вы четко вычлените, какая аудитория, какие объемы трафика вам привлекает и насколько она конвертабельна. Статистика в рекламной системе. Что она нам дает и как мы можем понять, что действительно та аудитория, которую мы привели, она хорошая? Во-первых, запуская рекламную кампанию, мы, наверное, проводим какой-то предварительный анализ, выбирая оффер. Но любой предварительный анализ – это некое экспертное мнение, будет ли выстреливать или не выстреливать оффер. Когда уже непосредственно в рекламную систему мы запускаем оффер, из которой покупаем трафик, оказывается, что продукт, который мы рекламируем, может быть не очень востребован. И это первые данные нам показывают, какое количество трафика из наших рекламных компаний мы получаем и по какой цене. То есть мы проверяем, а вообще имеет ли право этот продукт на существование и действительно ли он приводит к тому, что вы на нем можете заработать. Второй момент – это работа с креативами. То есть те объявления, которые вы сфокусировали на каждой из аудиторий, они действительно попадают в аудиторию. То есть люди реагируют на ваши креативы, они переходят на сайт рекламодателя, и они приносят вам доход некий. И третий пункт, связанный со статистикой – это стоимость привлечения. То есть неважно, покупаете вы модели CPM, покупаете вы модели CPC, вы все равно пересчитываете, во сколько вам обходится один уникальный пользователь, переходящий на сайт рекламодателя, потому что это та цифра, с которой вы можете хоть как-то по воронке конверсии привязываться. То есть у вас в воронке конверсии первое горлышко – это та аудитория, которую вы охватили. И внимание, вопрос – за сколько вам стоит денег провести ее на следующий этап. Это, собственно, и является стоимость клика. Классический вариант – есть у нас рекламная кампания, которая идет с некой степени эффективности. То есть мы смотрим, ага, у нас по показателям допустим очень хороший CTR, то есть, наверное, наш креатив попал в аудиторию. Мы знаем стоимость клика по рекламной кампании, по, соответственно, нашим объявлениям. И уже исходя из этих параметров, можем переноситься дальше детализированно в привязке. На один оффер у нас несколько компаний, в каждой компании у нас есть по несколько объявлений. То есть уже вот эти связки по аудиториям, по креативам мы тащим с собой дальше на, собственно, сайт рекламодателя. Когда мы приходим на сайт рекламодателя, какие пункты мы, в принципе, начинаем изучать и понимать, что аудитория та или не та работает, она не работает. Но первое – это поведение аудитории на сайте. При этом, если мы смотрим поведение аудитории на сайте, у нас есть несколько простых метрик для оценки того, что аудитория хорошая. Во-первых, у нас есть глубина просмотров. Соответственно, если на сайте не одна страница, у нас есть время нахождения на сайте. Это интегральный показатель между загрузкой нескольких страниц. Далее, когда мы в целом посмотрели аудиторию, то есть она плюс-минус очень неплохо реагирует на сам сайт рекламодателя. Дальше мы изучаем, какие же из нами настроенных рекламных каналов дают максимальную эффективность с точки зрения поведения. И для себя их отмечаем. То есть, таким образом, мы протащив статистику, связанную с источником, уже можем посмотреть, как этот источник ведет у себя непосредственно на сайте рекламодателя. И далее мы можем посмотреть, как ведет себя эта же аудитория в разрезе конкретных креативов. Таким образом, у нас получается, что мы знаем, аудиторию закупили, поняли, что она действительно достаточно качественная и по приемлемой цене. Далее мы смотрим, что эта аудитория на сайте делает. Мы осознали, что эта аудитория действительно хорошая. И если у нас есть возможность, мы там же можем настроить некое достижение цели. То есть, мы уже на сайте рекламодателя с помощью счетчиков можем определить предварительно, достигает ли аудитория, к которой мы привлекли, того результата, который нам нужен, или не достигает. Если мы смотрим, как нам получить доступ к сайту рекламодателя, как получить так, чтобы мы работали со счетчиками. Первое, с чего начинается, мы, соответственно, регистрируемся в нескольких системах, будь то Яндекс.Метрика, Google Analytics, либо другие счетчики. Например, сейчас добавляется уже TopMail.ru. И исходя из статистики этих систем, мы берем первое, что это ID счетчика, и добавляем, соответственно, в поле внутри партнерской сети. То есть, что происходит в этом случае? Вы добавили ID своего счетчика. Партнерская сеть на ваш трафик, который вы привлекаете на сайт рекламодателя, начинает запускать эту систему обсчета. То есть, в рамках одного сайта рекламодателя может случиться такая ситуация, что будет запущено 100 счетчиков, и каждый счетчик будет запускаться при своих правилах. Каким образом это устроено? В рамках нашего кода статистики, которую ставит рекламодатель, мы загружаем ID, сами счетчики Яндекс.Метрики или Google Analytics, смотря на реф, откуда это пришли. То есть, если этот человек приходит с меткой от вебмастера, то мы, соответственно, смотрим на эту метку и загружаем его в систему статистики. Соответственно, счетчик начинает обсчитывать все так же, как если бы вы просто поставили счетчик на сайт, и вебмастер уже имеет возможность получить качественную картинку. То есть, он имеет возможность посмотреть, как ведут себя пользователи на этом сайте, что они делают. При этом надо отдавать себе отчет, при такой механике есть потери по количеству пользователей, которые обсчитывает Яндекс.Метрика и Google Analytics. Это связано с тем, что клик, который происходит в рекламной системе, не всегда доезжает корректно. То есть, там клик ушел, не всегда он до сайта пошел. 2-3% это считается нормой. Дальше. Отрабатывание загрузки нашего трекера. На ней еще происходит порядка 2-3%. Дальше загрузка, соответственно, Яндекс.Метрики или Google Analytics. Там еще происходит потери порядка 2-3%. Таким образом, используя такую механику, вы можете терять нормально считается трафика до 8-10%. То есть, до 8-10% трафика по количеству кликов можете не досчитываться. Но с точки зрения качественной картинки и с точки зрения понимания, что происходит с этой аудиторией, вы получаете достаточно прозрачную ситуацию. При этом, на самом деле, может не дозагрузиться счетчик, но пользователь на самом деле теряется только на уровне 2-3%, переходя из рекламного инструмента. То есть, переходя из рекламного инструмента, как правило, потери не очень большие. Есть потери просто на обсчете. Соответственно, вам не надо очень сильно переживать, что, допустим, не всю аудиторию счетчик увидел, у вас там достаточно большие потери. С точки зрения качественной картинки. Если вы просто ведете аудиторию на сайт и смотрите по достижениям цели, у вас нет возможности оптимизировать рекламную кампанию. У вас есть только триггерные условия. Либо ее включить, либо ее выключить. Потому что вы не понимаете на самом деле, что с аудиторией происходит на сайте. Может быть, из вашей кампании 2 баннера, 2 тизера работают хорошо, опять работают плохо. И в целом, кампания у вас поэтому убыточна. Для этого вам и помогает статистика. На слайде приведен пример, когда мы для одного из рекламодателей привлекали трафик с таргет-мейла. И изначально мы настроили очень хорошо кампанию, как нам казалось, запустили и сравниваем ее. Относительно базовых показателей Яндекс.Директа эта кампания показала себя не очень хорошо. Дальше в течение нескольких дней мы оптимизируем эту рекламную кампанию. И у нас происходит, что мы получаем порядка 30% падения трафика. То есть 30% аудитории, которая для нас была абсолютно мусорная, мы ее выбрасываем. Остальные 70% аудитории остается. И в результате что мы видим? Что эта аудитория начинает себя вести гораздо лучше, чем та, которая была в среднем по системе. Более того, она начинает себя показывать лучше, даже чем Яндекс.Директ. Здесь надо маленькую ремарку, что у рекламодателя собирался трафик не с поиска, а с рекламной сети Яндекса. То есть некорректно сравнивать, допустим, трафик с поиска с трафиком с любого другого сайта, который не поисковый. Поисковый трафик всегда будет самый горячий, у него самая востребованная конверсия будет. Но если вы берете там партнерскую сеть Яндекса, партнерскую сеть Гугла, какой-то тематический ресурс, ресурс типа таргет-мейла, тогда у вас получается ситуация, что вы действительно примерно одинаковые сайты сравниваете по моделям поведения. И тогда, используя счетчик, вы реально внутри компании, она для вас не будет черным ящиком, вы можете действительно убрать те объявления, те компании, которые вам дают плохой результат. Далее мы смотрим и переходим непосредственно к статистике партнерской сети. При этом здесь важно уже смотреть действительно на показатели с сопоставлением, какое количество людей к вам пришло. Потому что в системе во многих инструментах есть такие показатели, как ECPC, то есть реальная стоимость клика в пересчете на доход. И здесь может статистика очень сильно расходиться, потому что у вас в рекламном инструменте вы покупаете такое-то количество кликов, да, и такое-то количество денег на этот клик потратили, а в партнерской сети может отличаться количество кликов. И соответственно, ECPC у вас будет считаться совершенно другой. И вот эти сопоставления нужно самостоятельно делать, потому что ни одна партнерская сеть на самом деле не знает, сколько вы денег тратите. И я думаю, что мало кто из вебмастеров будет рад, если партнерская сеть узнает, какие там реальные расходы происходят. Второй момент. Надо обратить внимание, что действие имеет некие стадии. То есть, так как у нас партнерские сети все работают за результат, а результатом может быть заказ, продажа, инсталл, еще много всяких звонок, много всяких видов действий. И это действие может, соответственно, перемещаться в разные стадии. То есть, сначала действие может прийти, его обработали или не обработали. Следующее. Его приняли. То есть, его могли принять предварительно до стадии дальнейшей обработки. То есть, условно, технически действие принято. Далее мы смотрим, что в течение первого холл-периода, соответственно, действие становятся либо приняты окончательные, подлежащие к оплате, либо отклоненные. Это у него вторая стадия. То есть, мы уже знаем, что за это действие рекламодатель начислил некие деньги. И, собственно, третье действие – это уже действие, которое оплачено. То есть, те действия, за которые вы получили начисление и вы вывели деньги. Вот все эти стадии очень важны для вашего прогнозирования. Потому что клик у вас может произойти первого числа, а оплату вы получите через месяц. Соответственно, вы, когда планируете инвестиции свои, вы должны понимать, что не все те действия, которые вы увидели как приняты, вам в дальнейшем будут оплачены. И они у вас не перейдут в стадии отклоненной. И вы должны понимать, что есть технический холд. То есть, холд, когда вам сообщают статус. И есть холд, который связан с непосредственным начислением денежных средств. Это связано очень часто с тем, что при договорах с самим рекламодателем, у рекламодателя есть некий цикл, когда он может сообщать техническую информацию и может сообщать информацию, связанную с непосредственно выплатами. То есть, когда он подписал акт и перечисляет деньги в партнерскую сеть. И тогда партнерская сеть меняет вам показания и вы, соответственно, уже на них реагируете. Как выглядит статистика, про которую мы с вами говорим внутри партнерской сети. Вот, собственно, пример, когда мы берем период за май месяц. И видим, что у нас есть определенное количество кликов. Из этого количества кликов у нас есть определенное количество принятых действий. И уже пройдя первичное время холда, там есть те, которые отклоненные. Есть общее количество действий. В результате мы можем посчитать, сколько денег мы заработали. И, соответственно, какое количество денег у нас ушли в брак. Соответственно, надо все время поддерживать, чтобы этот уровень плюс-минус был достаточно хороший. И анализировать, если у вас там большие расхождения происходят, почему это происходит. Возможно, это связано с днями и неделями. Очень часто рекламодатели плохо отрабатывают заявки и заказы, которые приходят в выходные. Или накануне праздников, или сразу после праздников. То есть, вот эта статистика вам позволяет проанализировать, а правильно ли вы приняли стратегию, что вот сейчас в празднике, когда ситуация, все конкуренты отключили рекламу, а я сейчас дам хорошие рекламы и, соответственно, налью этих заказов еще и по более низкой цене. Какова у меня будет конверсия? Ну, сейчас сплошь и рядом ситуация складывается, что если человек не удовлетворили в день обращения или хотя бы на следующий, то он находит альтернативу и не готов ждать. Соответственно, покупатели стали более капризные и надо учитывать это в работе с аферами. При этом, если мы посмотрим чуть более глубоко, то внутри многих партнерских сетей, в том числе и нашей, есть разбиение по каналам. То есть, то, что вы анализировали в рамках Яндекс.Метрики или Google Analytics, можно проводить в рамках исследований и в партнерской сети. У вас не будет моделей поведения вплоть до глубины просмотра, но у вас будет статистика в разрезе каждого баннера, соответственно, каждой компании, каждого источника. Для этого у нас существуют SubID каналы. При этом вы можете посмотреть, что у вас, допустим, высокая кликабельность того или иного баннера, но у него самый худший, соответственно, прием. Более того, если вы смотрите на следующий уровень, я уже приводил пример. У вас в рамках одной компании может быть ситуация, что компания в целом успешная, хорошая, но есть один баннер, у которого очень плохие показатели с точки зрения кликабельности, но у него очень высокая конверсия. Другой баннер имеет очень высокую кликабельность, но у него конверсия гораздо хуже. То есть вам в этом случае надо посмотреть взвешенно, не отключать один другой, а оценить в целом, сколько вы зарабатываете. Если вы зарабатываете достаточно, если вы работаете с хорошим плюсом, то, возможно, вам не стоит эту компанию трогать. Возможно, вам стоит сделать копию компании и уже дальше с ней в дальнейшем поэкспериментировать. Говоря про аналитику. Аналитика, она, как правило, вещь такая достаточно условная, если это аналитика не собранная вами самими. Первая аналитика, она начинается, как правило, исследовательская. То есть вот есть в системе у вас два оффера. В принципе, оба оффера за один и тот же вид действия, то есть некая заявка. Только в первом случае это сформулировано в виде достижения цели, а второй в виде уже осмысленный. Мы сравним эти два оффера. За одно выплата достаточно нормальная, в районе 320 рублей, а за второе выплата достаточно маленькая, меньше 50 рублей. То есть на сравнении цен понятно, кто выигрывает. Далее мы заходим внутрь этого оффера, который за 48 рублей и смотрим. Холд программы по статистике, вы ничего не узнаете, система вам ничего не сообщит до, собственно, завершения рекламной кампании. Далее мы смотрим, что срок кампании, который определял сам рекламодатель, соответственно, заканчивается 28 июня. Возникает проблема, как же работать в условиях, когда нет оперативной статистики. Вы можете получить всего лишь первичную статистику, если мы сейчас вернемся чуть-чуть назад. Не стал добавлять этот слайд. Вы можете получить первичную статистику, сколько действий у вас было. То есть вы можете получить реально, какое количество у вас действий есть и сколько вы, соответственно, кликов привели. Но вы не знаете еще, сколько из них вам будет оплачено. При этом вы об этом узнаете только в конце месяца. И возникает проблема под названием риски. Что вам с этими рисками, собственно, делать? Вы готовы брать на себя эти риски или вы будете сидеть думать? Почему я привожу пример этого оффера? С ним ситуация достаточно банальная. С одной стороны и с другой стороны уникальная. Банальная с тем, что проводя по формальному признаку анализ, оказывается, что оффер не очень интересный. То есть мы смотрим, выплата небольшая, холд потом достаточно длинный. И что с этим счастьем делать? Непрогнозируемая история. Но после того, как оффер был запущен, не прошло и 30 минут, как пошли первые заявки на него. В результате того, что пошли первые заявки, и мы поняли, с какого источника эти заявки идут, мне уже в конце дня начали звонить топовые, будем так говорить, арбитражники, и спрашивать, а есть ли у вас данные по конверсии? А есть ли у вас данные по тому, сему? А я вот готов там на много денег закупиться. Я всех отговаривал не делать тест большой на большие деньги, потому что конверсия неизвестна мне самому. И как все сложится, непонятно. Ну, соответственно, все топы, высушив примерно одну и ту же тираду от меня, отключились и, собственно, оффер лить не стали. Осталось там буквально несколько десятков вебмастеров, которые посмотрели, кто-то полил по чуть-чуть, кто-то полил чуть-чуть побольше, а кто-то взял и налил на все деньги. И теперь мы сейчас все дружно, я думаю, что даже к тому моменту, когда вы будете смотреть этот передач в записи, сидим и ждем, и смотрим, кто сделал правильный выбор. Те из крупных вебмастеров, которые говорят, не-не-не, я без прозрачной статистики не работаю, или те, кто понимают, что стоит за этим оффером, то есть какой рекламодатель, какое, условно говоря, агентство, и какова у них механика, чтобы спрогнозировать некую конверсию. Я это привожу в качестве такого примера, когда не все решают цифры. Есть еще интуитивная аналитика. Вот в результате запуска этого оффера мы, например, наши несколько вебмастеров, у которых очень хорошая специализация именно на таких продуктах. Они очень часто работают не с партнерскими сетями, а работают с многими рекламодателями напрямую, и они знают, какова там плюс-минус ситуация. А кто-то посмотрел очень просто, он увидит в системах мониторинга, что такой оффер стал появляться в понятном ему источнике трафика, посчитал примерные риски, готов ли он там срисковать деньгами своими на 3-5 тысяч рублей, при том, что заработок его потенциально по текущей статистике может превысить в разы. И он подумал, что да, я готов этими деньгами рискнуть, чтобы получить понимание, как поработать с этим оффером. Это к вопросу о статистике и, собственно, аналитике. Хотел еще раз напомнить многим из вас, кто, возможно, первый раз смотрит этот вебинар. У нас продолжается программа сертификации по системе MyTarget. Сертификация у нас идет бесплатная, 2 вебинара по 2 часа в 1 день. Соответственно, вы сначала задаете теорию, потом задаете практику, вам выдается электронный и, соответственно, бумажный сертификат, если вы прошли ее. Многие из тех, кто прошли обучение, легко находят работу в рекламных агентствах, потому что в рекламных агентствах сейчас проблемы, нет специалистов по таргетированной рекламе. Позавчера мы сделали рассылку по сертифицированным специалистам и уже наших выпускников мейл к себе готов забирать. С оффером могу озвучить 90 тысяч рублей оклад плюс проценты по ведению веб-клиентов. То есть, вы попадаете еще в некую привилегированную базу, из которой, собственно, все желают черпать себе специалистов. Но самое важное заключается в том, что если вы прошли вебинар, но вы чего-то не поняли, вы возвращаетесь сюда, на кибермаркетинг Сиапуль ТВ и отсматриваете те передачи, которые посвящены таргетированной рекламе. Потому что записи наших вебинаров мы не делаем, а, соответственно, наиболее полно я раскрываю вопрос в рамках наших вебинаров здесь и сейчас. Если у вас есть вопросы как о работе со статистикой, с аналитикой, так и с сертификацией, я готов на них ответить. Еще что хотелось, пока вы формулируете свой вопрос, в качестве жизненного примера вам привести. Вот в руках у меня обычная тетрадка, 96 листов, она даже не в клеточку, а в линеечку. Эта тетрадочка можно навести вот камеру, погромче, вот там вот, вот-вот, посмотрите на листик. Вот эту тетрадку я завел в третьем классе. Это моя была первая, как бы, основная жизненная тетрадка по тренировкам. Там, если посмотреть дальше, там, вот есть 98-й год, то есть, когда я уже сменил вид спорта, занимался там в институте. И для меня статистика, она родилась, вот, собственно, в третьем классе. Когда мой преподаватель, мой тренер мне сказал, что, вот, Денис, ты молодец, что ты там тренируешься, но надо записывать то, что ты делаешь. То есть, все свои тренировки, которые ты ведешь, их надо вести системно. Ты сделал то или иное упражнение, ты должен оценить, каково у тебя качество, каково у тебя самочувствие, что ты должен делать дальше. Вот из-за того, что меня в третьем классе приучили это делать, сейчас я не достал вторую тетрадку. Я примерно по этой же схеме работаю с рекламодателями, с веб-мастерами. Я стараюсь все записывать в обычную тетрадку, и, соответственно, она для меня является источником знаний и аналитики. То есть, могут там электронные носители с ними что-то произойти, уйти куда-то, аккаунты в социальных сетях. Но у меня есть данные, которые мне позволяют, если я там долгое время не тренировался, я открываю на нужной странице и знаю, с чего я должен начать свои тренировки. У меня есть наработки, связанные и с контекстом, и с социальными сетями, и с SEO, где я работал. И я точно знаю, я могу открыть и посмотреть, факторы могли поменяться, но логика не меняется. А в этих документах фигурируют не просто голые циферки, но еще некие рассуждения, размышления. А как я добился того или иного результата, и он у меня зафиксирован, и как мне повторить этот результат. И вот с обычной тетрадки в 96 листов, на мой взгляд, начинается статистика и начинается аналитика. Денис, спасибо. Это был очень полезный материал и образно такой поданный. У нас есть вопросы от нашей аудитории. Пользователь с ником Нюшков спрашивает, а что имеется в виду под копией компании? Как это на практике реализовывается? Копия компании имеется в виду, что в рамках того же таргета делается классический вариант. Вы запустили одну компанию, у вас некая статистика, дальше вы ее копируете. Там есть функция просто копирования. И вы уже копируете компанию не целиком, а только те баннеры, которые для вас были успешными. Те, кто ходили на наши вебинары, знают, что стратегия изначально работы со социальными сетями выглядит так. Вы делаете некую гипотезу и тест на узкой выборке, и вы ее дальше транслируете кусочками на всю остальную выборку. Вы делаете выборку на возрасте 5 лет, и дальше с шагом 5 лет берете все компании от 25 до 50 лет. То есть таким образом у вас получается из одной компании их становится много. Но есть еще и стратегия, когда вы понимаете, что у вас накоплен некий положительный и отрицательный опыт в рамках одной компании, и вы его вытаскиваете, заводите новую компанию, и смотрите, если вы в новой компании скопированы, стартуете ее в другое время, с другим набором креативов, с другими ставками, какова у вас в этом случае будет эффективность этой компании. Ну и замечено, что связь с ними неоднозначная. Компания может как стартовать в плюс, так и стартовать в минус. Но абсолютно идентичную компанию вряд ли удастся сделать. Соответственно, если вы правильно проработали и не дали возможность накопиться некому негативу по компании 1, то в компании 2 у вас должны быть показатели всегда чуть-чуть лучше, чуть-чуть выше. Спасибо. Следующий вопрос от Константина Маркова. Он спрашивает, Денис, приходилось ли вам работать с аферами из гемблинг-индустрии, онлайн-казино, покер? Да, приходилось. Но тогда это были не афера, тогда это были прямые рекламодатели. И это был, господи, 2007-2008 год. Мы просто трафик продавали, он был настолько крутой, что они до сих пор там приходят и спрашивают, говорят, а нет ли такого трафика еще. Напрямую в нашей системе мы не заводим такие афера. Аферан, но есть механики, так скажем, мы иногда интересного рекламодателя просто соединяем напрямую с вебмастером, у которого есть такой трафик. Понятно. Следующий вопрос от Василия Шарыгина. Он спрашивает, вопрос немного не по теме вебинара. Скажите, пожалуйста, почему вы рассказываете только о MyTarget? Ведь есть еще очень много тизерных сетей. Рассказываем мы о MyTarget по двум причинам. Потому что мы этим инструментом сами пользуемся и мы видим его высокую эффективность. Не работаем с другими системами, потому что у меня нет опыта работы с обычными тизерными сетями. Они все-таки заточены под определенный тип аферов. Мне они не очень нравятся. И у меня нет опыта по ним, поэтому я не рассказываю. С точки зрения, наверное, мы недостаточно рассказываем про ВКонтакте и Фейсбук. Восполним этот недостаток информации и введем в наш образовательный курс эти два источника однозначно. Следующий вопрос от Сергея. Добрый день. Приведите пример целевой аудитории и настройки рекламной кампании для услуг создания сайтов на заказ. Каналы привлечения MyTarget. ВК. Я мог бы вам сейчас экспрессом привести. Давайте вот мы вернемся к моему слайду. Сейчас я его вот откручу. Вот это у вас сейчас перед глазами слайд реальной B2B-компании, запущенной в MyTarget. Сходу вам привести механику по созданию сайтов по раскрутке в MyTarget я не имею возможности, потому что там есть несколько деталей, которые надо обсуждать и обговаривать. Но то, что эту кампанию можно запустить и то, что ее эффективность, если у вас с партнерской сети Яндекса или с партнерской сети Гугла трафик конвертится, сделать такую же эффективность. И, на мой взгляд, порядка 300-400 кликов в день вы там сможете получать по цене не дороже, чем указанной мной сети. Это однозначно. Спасибо. Следующий вопрос от Евгения Мезина. Денис, расскажи вкратце про вашу систему Искандер. Про нашу систему Искандер вкратце я рассказать не могу, потому что мы занимаемся ее фактически 24 часа в сутки. Мы сделаем отдельный вебинар про нее, просто много вопросов приходит. Мы специально рассказываем про детали, что там есть внутри, но не делаем большой релиз. Ну, такой вот у нас уходники. С нашей глобальной точки зрения, это инструмент, который позволит качественно по-другому управлять. То есть, есть сейчас такие инструменты, которые позволяют работать через альтернативный интерфейс с MyTarget, но у каждой из них есть свой недостаток. Мы считаем, что мы можем привнести экспертизу и сделать что-то под себя. В Питере я рассказывал, что в принципе система изначально стартовала из одной простой кнопочки. Там после релиза в MyTarget исчезла, и по-моему сейчас ее нет, кнопочка «Остановить и запустить компанию». Меня это настолько сильно задело, что мы, та старая система, которая у нас там была, она как-то вялотекущая жила, мы запустили новую систему и начали ее действительно полноценно, серьезно проектировать. Поэтому система, она фактически нацелена на то, что, а, мы можем реализовать разносторонние стратегии, которые не может реализовать сейчас в данный момент Таргет. Ну, потому что у него физически нет времени, у них больше рекламодателей, чем у нас. Соответственно, они должны в глобальном смотреть. Б, мы можем реализовать те функции, которые, наверное, интересны какому-то группу веб-мастеров, рекламодателей, рекламных агентств. Нам это сделать проще и быстрее. То есть, с момента, не знаю, выкатки нового формата у нас проходят часы, но иногда дни. То есть, сейчас мы, например, знаем, что позавчера Таргет запустил возможность работы с профилями. Соответственно, я уверен, что до конца недели мы выкатим этот функционал внутри Искандера. Я не уверен, что другие инструменты по работе с Таргетом с такой скоростью могут разрабатывать и так кастомно выстраивать стратегии. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня от Дениса Макаренко. Он спрашивает, где можно записаться на вебинары по сертификации. А вот, собственно, слайдик был. Сейчас я на него вернусь. Вот, слайдик есть. Вот там есть ссылочка. Advection.target.mail.serтификация.php Это, собственно, где есть список сертифицированных специалистов. А есть просто target.advection.ru Вот туда тоже можно зайти и там, собственно, записаться. То есть, и оттуда, и оттуда можно туда попасть и без проблем пройти сертификацию. Отлично, Денис. Большое спасибо за доклад. Спасибо и вам, дорогие зрители, за то, что были сегодня с нами. Встретимся ровно через неделю. Пока. Пока.